Приветствую вас, если я правильно понял, то проблема не совсем психологическая у вас. Ситуация следующая. Ребенок ходит в детский сад, но не спает сам. Его нужно, значит, укачивать на руках, да, либо в коляске. Значит, на момент психологического сада воспитатели мне не позвонили и не сообщили, что ребенка не смогли уложить, чтобы я его забрала домой. Он может с 9 до 4. Пришли домой и он уснул сам. Вопитатели говорят, что могли бы вам соврать, что он спал, или я своих вообще не укладываю, если их не уложить. Ну, то есть, это такая, что воспитатели не проявили к вашему ребенку должного уровня внимания. Да, получается такая ситуация. А если это так, то, ну, понимаете, договор проблемы не решит. То есть, абсолютно никак. Договор не решит этой проблемы, потому что воспитатели, они, вот, как везут себя, они так и будут себя вести. И если по договору не предписано, не положено, значит, того, чтобы к ребенку было, ну, какое-то персональное, более такое, индивидуальное внимание, да, более индивидуальное обращение. Например, то есть, если, грубо говоря, ребенку нужно, там, скажем, что нужно внимание, нужно, чтобы его покачали, да, то вы об этом ставите в известность воспитатели, и они делают то, что нужно для вашего ребенка. Ну, там, ну, там, просто там страха. Вот. Либо они не делают этого, и это прописано в самом договоре, в тексте договора, я так думаю. Что делают воспитатели, каковы права их, каковы обязанности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы по какой-то причине считаете, что вот то, что делают преподавать воспитатели и того, что они делают, недостаточно вашему ребенку, то, соответственно, вы правы в этот садик не обращаться больше, не ходить к нему. Ну, либо попросить воспитателей, значит, действовать так, как вы хотите. То есть, вам нужно просто сказать, вот мне нужно то-то, то-то, то-то. Во-первых, из вашего текста непонятно, ставили ли вы в известность воспитателей о том, что вот, сломающий ребенок, он, ну, вот такой. Непонятно, ставили ли вы в известность об этом воспитателе. Это первое. Ага. Второе. А если ставили, то как? То есть, просили ли вы их что-то для него, для ребенка вашего делать или нет? Это вот такой, на мой взгляд, прямо очень важный вопрос, на который вам требуется ответить. Потому что, ну, воспитатели, они сами просто-напросто могли руководствоваться идеей того, чтобы ребенок был улучшаться к самостоятельности просто. Вот и все. И это, опять же, его право. То есть, право ребенка, то есть, не его право, а это право воспитателей. У кого-то своими воспитательными идеями, которые они, по идее, берут у детских психологов. Но, если вам это не нравится, и если вы считаете, что они должны удивить одному ребенку 15 минут, пока другие дети спят, если вы считаете так, то это нужно обговаривать отдельно. Они не могут, они не должны. И это зависит непосредственно от личности воспитателя, да. То есть, кто-то это сделает, а кто-то нет. То есть, здесь вот нужно все эти моменты обговаривать. Кроме того, кроме того, ну, вам, я думаю, имеет смысл подумать еще вот в каком направлении. Если ребенок будет получать повышенное количество внимания со стороны воспитателей, это затруднит его социализацию с детьми другими, потому что его будут считать не самостоятельным. Его будут считать слабым, его будут считать неспособным, и это может сказаться довольно сильно на его сближении с другими детками. Вот, поэтому я рекомендую вам подумать на тему того, нужно ли это вам, нужно ли оно вам. То ли это всего вы хотите объективно, адекватно или нет. Потому что подобным отношениям вы можете навредить, в первую очередь навредить ребенку. Да, вы можете сказать, что, но так ему тоже наносится вред, и я с вами согласен, согласен, так ему тоже наносится вред, и безусловно немалый, но кто-то приходится выбирать. То есть, в теории, ребенок привыкнет, например, засыпать со всеми, и он будет просто-напросто это делать, будет более самостоятельно, в теории, если вы этого хотите, если вы считаете, что это правильно. Если нет, обговаривайте это с воспитателями, но будьте готовы к негативным последствиям этого решения для вашего ребенка. Потому что дети, они достаточно жестко реагируют на то, когда кто-то в их обществе выбивается из, ну, из общего, так сказать, фона, да, из общих средств. Ну и вот, собственно, об этом я рекомендую вам подумать. А так, воспитатели сами по себе, они могут, но они не должны, и надо понимать, что личность воспитателя играет очень большую роль, не забывайте об этом. Если вам что-то нужно, то просто необходимо договариваться, если, в конце концов, когда это платят деньги, и в конце концов, садик частный, поэтому, я думаю, там должны, там должны любые ваши требования, если они разумны, в пределах нормы, выполняются, выполняются. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или кто-то непонятный из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!